друзья мои у меня сегодня для вас две темы в принципе эти две темы у меня спрашивали я сегодня вам хочу осветить слегка эти темы во первых алтарьные статуи что это такое как их подпирать какие они должны быть и вообще по каким канонам они должны быть сделаны итак во первых если видите мать богиня или богиня природы или богиня начала начал по-разному то же самое мать богиня это более из к скандинавского пантеона это более славянский пантеон здесь если видите вот здесь мини капище богов славянских хранителей дома дарители богатства помощи воинам победы и т.д. и они должны быть выполнены вот в этом стиле если вы заказываете либо покупаете алтарьные статуи но при этом делаете акцент на их красоту изящность может они должны быть и золото или по современному или или какого-то другого типа там чтобы соответствовать нашему времени веку то боюсь что они работать не будут потому что это всего лишь красивые изображения красивые какие-то изделия и не более того но когда вы хотите чтобы они работали они должны соответствовать канонам тысячелетий вот как есть иконопись да скажем так нельзя вольности там позволять себе нельзя рисовать как тебе хочется есть определенные правила для расписание икон вот если эти правила нарушаются эти иконы не принимаются данной религии точно также и с алтарной статуи вот таким образом когда еще художественные способности человека не были так уж развиты в древние века еще доисторические времена изображали богиню-матерь который сидит на престоле над головой все то тот же самый та же самая луна и как корона да вот у древних славян вот таким образом изображали в принципе это и то правильно это алтарная статуя которая будет работать слушать которым можно зарядить энергии она будет служить и со временем с годами а после передаваясь вашим поколениям будет работать то же самое капище точно так же этих богов можно изображать скажем в красивом там наряде на коне правильно можно этих богов вот таком как бы шикарный шевелюра изобразить но они не будут уже алтарной статуи они будут просто плод изображения все что в этом мире существует все что написано снято сказано о чудовищах о фантастических каких-то существах о каких-то мирах вот даже человеческих судьбах которые придумают якобы как бы придумывает автор это все на самом деле было и есть нет ничего на этой земле что пришло из ниоткуда что придумано это все существует это невозможно придумать или нарисовать это дается понимаете вот это знание идет на и мы вот это знание открываем людям говорим вот почему в древние времена например писатели там или летописцев считали за особых людей потому что им было дано почувствовать видеть то чего не дано простому человеку и где-то он был даже являлся какой-то отчасти пророком потому что многие писатели летописи тех веков говорили об этом времени именно вот точно также получилось как они предвидели скажем так они не предсказание написали а свои предвидения свои взгляды на мир и на жизнь хочу вам сказать что в древние времена точно так же как и сейчас старое поколение было недовольно молодым поколением вот я например когда училась в университете историческом я изучаю древний папирус наткнулась на такие строки пишет жрецы пять с половиной тысяч лет назад молодежь ужасная не слушается старших мы катимся ко дну наверное скоро конец света напоминает правда сегодняшних бабушек которые сидят и обсуждают молодое поколение ужасно молодежи мы то свое время были такие и так далее то есть это говорит о том что история человечества постоянно повторяется постоянным каком-то ожидании апокалипсиса конца света хотя мы конец света неправильно понимаем конец света не означает именно что в мир рухнет понимаете конец среда очень может быть конец нравов падение нравов когда уже ничего что означает закон порядок уже не соблюдать то есть конец всего что человечество столько тысячелетий создавал вот к этому идет комент это все перемешивается смешивается и равняется землей не правильно понимаете когда времена когда уже изобрели видео изобрели сайт и так далее, когда любой дурак может создать свой сайт и там нести какую-то чушь, ересь, и это будет считаться законом, потому что имеет он право это говорить, и со временем это будет приниматься как правда, точно так же, как, например, говорили, что не было там татаро-монгольского ига и всякой такой вот этой ерунду сочиняющей, да. Вот конец света, конец правды, когда ложь воспринимается как само собой разумеющаяся вещь, либо ложь воспринимается как одно из средств добиться своей цели. То есть обмануть все население и добить своей цели, да. Вот это и есть. И вот на протяжении этих тысячелетий перемен, изменений, цивилизации, народов и все такое вот эти вот божества, вот эти духи намоленные, сильные духи присутствовали, и поэтому, если вы хотите к ним обращаться, они должны быть в том первозданном виде, каком были изображены, вот таком. Когда тысячелетиям приходят народы, приносят жертвы, молятся, вот эта огромная энергетика, которая идет туда, она в любом случае питает, усиливает эти духи. Если они когда-то были просто духи народов, потом они стали всемогущие демоны, очень сильные, они присутствуют. Вот я к тому, что все, что говорится, все, что вам объясняется, все, что вы читаете, это действительно правда, это существующие вещи, вот эти существующие демоны, они требуют, чтобы вы делали их изображение или ставили в соответствии с канонами. Это первая тема. Вторая тема под названием «Колесо сансара». Наверное, вы все знаете, что означает «Колесо сансара», то есть цикл жизни, смерти, перерождения, как говорят индусы, да? Именно из-за такой, то есть ради такой цели многие индуисты стремятся приехать в город Варанаси, который находится в Индии. Это город мертвых. Этому городу много тысяч лет. Считается, что сам Шива основал Варанаси, потому как Шива очень любил купаться в мутных водах Ганга и мазать себя то есть остатками сожженных стен. Ну, вот такую у него там оригинальная радость. Вот сейчас покажут вот семейство Шивы и его жены Лакшми. Там не слышно? Вот я сейчас вам покажу и скажу. Вот. Шива, Лакшми и Ганеша, их ребенок. Вообще, это тройка божеств, это священная семья называется. Они отвечают за ум, целеустремленность, силу человека, за его благополучие, благосостояние, а Ганеша вообще бог денег. Но с другой стороны, вот та же самая покорная, послушная Лакшми, которая возле мужа сидит, она в какой-то определенный момент превращается в Кали. То есть, женщина свиреплая, готова защитить свою родину, свою семью, свою честь, любым способом даже не гнушается убийство. Но когда нужна, чтобы в жестокости и материнство соединялись воедино, то появляется Дурга. То есть, вот в этой женщине есть три начала. Любовница, жена, любимая женщина, второе начало, мать, Дурга, защитница своего рода, своей семьи. И третий, это свирепая хозяйка, это защитница своей родины, своего государства, Кали. Понимаете, о чем речь? Вот на что намекали индусы, что женщина при желании может быть сильной, может быть волевой, может не хуже мужчины сражаться и убивать, если нужно, это сделать во имя родины и во имя своего ребенка. Вот это тоже выполнено по древнеиндуистским канонам, если вы видите. Если вот этот орел вам знаком, вот именно, да, в христианство это пришло из древней Индии. Это говорит о святости. А сейчас мы на иконах видим вот эти вот круглые как бы обозначения святости. Именно потому, что знали человеческую природу со временем поклоняться изображению любому в исламе, поэтому запрещали вообще изображать что-либо похожее на животное, птицу, либо человека на стенах мечети, потому что знали, что рано или поздно человек начнет этим изображением поклоняться, но человеку дано так со временем это место считает святым, и все, что там нарисовано, тоже святое. Понимаете? Ну вот в христианстве это как бы нашло распространение, в иной религии нет. Так вот, колесо сансары. Что значит колесо сансары? Вот на берегу реки Ганга, которая по разным поверьям исходит как бы от волос Шивы, Бога Шивы, вот это священная река Ганга, которая, вообще Ганга с древней санскрытии означает череп, вообще на армянском языке Ганг это череп, представляете? Как совпадает? Ведь туда бросают мертвецов. Там, наверное, за эти тысячелетия, десятки тысяч лет уже вместо камней уже черепа по ним наступает. Ну, индусы к этому относятся очень спокойно, для нас это шок. Вообще, иностранцы, когда там бывают, у меня близкие знакомые часто ездят туда и его предупреждают, что там купаться нельзя, потому что там столько бактерий и так далее. Река Ганга в год уносит несколько сотен тысяч жизней, вот кишащие вот эти бактерии, да, но индусы в то же время все равно несут воду реки Ганга к себе домой, хранят, пьют и считают ее спещеным. Ну, это их тело, что я теперь поделаю. Мы их не будем воспитать. Но, я хочу вам сказать, что считается, что если дойти до Варанаси, там принять смерть и там быть сожженным, значит, колесо сансары для человека остановится и он пойдет в блаженство. Все, он больше не будет перерождаться. Больше всего индусы боятся перерождения, потому что жизнь для них это мучение. Так считается, что жизнь это мучение. И мы перерождаем с одного поколения на другое, пока нас не пожалели, пока мы свою карму не прошли, так сказать, то есть мы свое наказание не получили, после этого мы уходим в покой. Но я не считаю так. И многие люди, которые занимаются магией, колдовством, тоже так не считают. Во-первых, когда мы вызываем дух, приходит туша мертвого человека. Если бы душа перерождалась, то эта душа не пришла бы к нам. Это во-первых. Это говорит о том, что там есть духи. Я уже в одном ролике об этом рассказывала очень подробно, не будем возвращаться. И эти духи, они рождаются, они ждут своей очереди, чтобы родиться на этот свет. Им дается один раз шанс себя проявить, показать, какие они, что они могут, что они себя представляют. И вот как они эту жизнь потратят, так их там встретят и так и наградят. И второго, третьего рождения нет. Однако колесо сансары пришло к нам вот это выражение, вообще определение откуда. Смотрите, душа есть на небе, то есть каждый из нас, который родился на этот свет, жил до этого там. Не из ниоткуда он пришел, он уже там был, и он знает все эти души. И когда он уходит, он их всех знает. Понимаете? У него нет ни страха, ничего перед ними, он их всех знает. Так вот, душа оттуда приходит на землю, рождается, живет и уходит туда. Вот вам и колесо. Тройной оборот, ход, вот этот круг, колесо, колесо сансары. Это и есть начало и конец. Перерождение не существует. Как бы мне ни говорили, ни утверждали всякие философы и так далее, перерождение нет. Есть приход оттуда, там есть жизнь. Оттуда приходит душа, живет, потом уходит туда. Все. Больше ничего нет. И это говорят многие люди, которые вернулись с того света. И это говорю я, потому что у меня тоже был такой опыт в жизни. Не знаю уж, печально или нет, но я хочу вам сказать, что когда человек умирает, ему не страшно. Не процесс умирания, поймите правильно, а вот когда он уже уходит, у него нет ощущения страха абсолютно. У него очень сильное спокойствие. Вот почему там многие люди, когда уходят, вот актеры некоторые рассказывали, что им дают шанс еще раз пройти и пересмотреть свою жизнь. Многие люди просто коренным образом меняют свою жизнь. Они поворачиваются лицом к своей семье, они понимают, что для них самое главное, что у него гонка за деньгами или за увлечениями это главное, им дают шанс, но не всем этого подать шанс. И всем говорят, что у них было приятное чувство нежелания вернуться, и их просто уговаривали вернуться, мол, там дети, жена, тебе надо идти. Я бы не сказала, что они с радостью возвращались, им было страшно, что они умерли, нет. Это говорит о чем? Что нам вот та сфера знакома, правда? Когда вы возвращаетесь к себе домой, вам же не страшно вернуться порой, абсолютно. Вам не хочется выйти больше туда, потому что вы дома, вам хорошо, уютно, вас все знакомы, все любят, обнимают, это ваше гнездышко, и вам так не хочется в этот мир незнаком и снова вернуться. Точно так же и смерть. Когда человек сюда уже попал, он ужасно не хочет вернуться обратно. Но это за исключением людей, которые совершили очень страшные преступления, которые боятся, что их будут судить. Конечно, они оттягивают время, надеясь на прощение. Всего вам доброго, спокойной ночи.